Квартирный вопрос помогут решить городские власти. В Волжской городской думе разработано положение, которое направлено на улучшение жилищных условий инвалидов. Обсуждение этого документа состоялось на заседании Комиссии по социальной политике и здравоохранению. Материал Игоря Морозова. Согласно федеральному законодательству, инвалиды, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, имеют право на получение безвозмездной субсидии. Средства, выделяемые из областного бюджета, это около 600 тысяч рублей, позволяют расширить имеющиеся в наличии квадратные метры. Но вот однокомнатную квартиру за эти деньги купить уже нельзя. Здесь на помощь придет городское положение, согласно которому дополнительно к областной субсидии будет выделяться муниципальная. Я думаю, что дать возможность получить отдельное жилье для такого человека – это большое дело. У нас практически готов. Исключение только в том, что на сегодняшний день у нас нет заключения главы администрации. И если с квартирным вопросом для инвалидов-очередников все более-менее понятно, то вот с выделением льготных медикаментов для тяжелобольных волжан ситуация сложная. Средства на эти цели областная казна выделила с большим опозданием, поэтому конкурсы по закупке льготных медикаментов или планируются, или только прошли. Выделенные же из муниципального бюджета 3 миллиона рублей не покрыли всех потребностей. Необходимо в 4 раза больше. Поэтому люди с онкологическими заболеваниями, бронхиальной астмой, сахарным диабетом вынуждены покупать нужные лекарства на собственные деньги. Я прихожу в аптеку, они говорят, платите деньги дадим. Есть ли морфин, есть ли тромодол, есть ли все есть. Но только платите свои деньги. Вот я свою последнюю пенсию отдаю. В аналогичном положении все льготники. Отстаивая их интересы, депутаты городской думы инициируют выделение из местного бюджета хотя бы части необходимых средств на приобретение жизненно необходимых медикаментов. Игорь Морозов, Олег Журавский, телекомпания Ахтубар.